В ожиданиях в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Вот это мне нравится в Павле. Павел сам делал все. Он не делегировал евангелизации. Вы слышите? Он не делегировал, не соединял евангелизации. Он сам был в гуще событий. Вот это апостол. Сам трудился, сам шел, сам брал на себя тяжелую нагрузку. Павел был такой. И смотрите, что он сделал. В ожидании в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города. Ну, Афины, представляете? И так он рассуждал в синагоге с иудеями, с чтущими Бога, а ежедневно на площади со встречающимися. Вот это мне нравится. То есть он был благовестник. Он рассуждал в синагогах. Ну, понятно, в синагоге там все верующие. То есть это был плацдарм веры практически. Ну, Афины, Ефес, там разные города всегда были синагоги. Меня удивляет, как вот израильтяне сильно распространились там. Везде в этих городах были синагоги. Павел шел туда, чтобы сразу начать с плацдарма веры. Как бы там сохранялась вера, и он там начинал двигаться. Завязывая, как бы, синагоги движение Божие, раскручивая оттуда. Но одновременно он на площади благовестовал ежедневно со встречающимися. То есть синагога открывается в субботу. Смотрите на меня. В субботу. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Воскресенье. Павел, что ему делать? Шел на площадь. И мне нравится оттет апостол. Он шел на площадь, вставал туда. И ежедневно разговаривал о Господе со встречающимися. Ну, люди встречаются. А он, Павел, там стал работать. Это был его труд ежедневный. Ежедневно. Представьте, вот Павел Благовестник. Братья и сестры. Как далеко мы ушли от этого. Вот смотри, вот ты, Руслан, смотри на меня. Вот завтра рабочий день начинается. Ты завтра поедешь служить, у тебя школа. А потом в свободное время едешь на площадь, встаешь там около Гума, или где, вот там, наше вот это вот, там, напротив площади. И постоянно там трудишься. Почему? Потому что, не потому что мы вспомнили, а потому что тебя Дух Божий ведет любить язычников. Представляете, сознание, какое самосознание апостола. Ежедневно проводил время в Благовестии. Самосознание апостола. Вы слышите, нет? Мы куда-то с вами зашли, куда-то заехали не туда. Деяния трезвят нас. Посмотрите, как это трезвит. Куда-то мы с вами заехали со всей системой, со всем телом куда-то, в кувет куда-то. И забыли, что деяния апостолов нам говорят, дают нам стратегию, что нам делать. Я хочу вдохновить всех нас, и себя, и вас всех. Давайте будем благовествовать. Потому что мы спасемся, мы отрезвимся, нас очистимся от болезней. Но когда ты последний раз говорил с людьми о Господе, не просто там случайно что-то, а действительно вот пошел с незнакомым человеком ради благовестия и стал ему проповедовать. Без субботы, без планированной церковной евангелизации. Я еще раз считаю. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, вот сейчас мы с вами рассуждаем, в синагоге с иудеями, чтущими Бога, и ежедневно на площади совстречающиеся. Я просто прошу, умоляю тебя, Господь, пробуди нас, отрезви нас. Если мы видим это воля Божия, ничего с этим делать не будем, тогда что мы за христиане? Послушайте, давайте согласимся. Давайте согласимся, просто честно. Согласимся благовествовать людям о Господе. Вы согласны? Вы видите, мы берем прямо из Библии. И что происходит сейчас? Я думаю, что Господь Бог улыбается. Когда мы берем прямо из Библии, смотрите, нам не нужна сейчас помогательная литература. Мы прямо отсюда берем делать, что делает апостол Павел. Он сказал, и в Библии это подтверждено, подражайте мне, как я Христу. Мы берем у Него, горе мне, если я не боговествую. И просто хотим так же делать, как Он. Я понимаю, есть иудейская составляющая, есть исторический контекст, есть культурный контекст, но здесь прямо написано о духовной жизни. Поэтому Дух Святой повел нас сегодня в деяние, чтобы мы просто брали из этой книги, и я так радуюсь, ликую сердце, мне даже не хочется, чтобы они заканчивались. На 29 главу мы будем писать. Некоторые из покерейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот свой слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал Иисуса в воскресенье. И взяв его, и привели в Ариапак, смотрите, взяв его, ребята, взяли, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой. Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот Павел вообще вызывал неподдельный интерес к учению, которое у него среди философов. И он высвобождает истину посреди ученых и образованных мужей. И он не боится. Ну, Павел сам, конечно, был очень образованный человек, много молил, все, он мог теологически все обосновать. Но, тем не менее, в нем было что-то такое, что он высвобождал чего не было у других. Он, во-первых, истину проповедовал. Во-вторых, он готов был за нее умереть, а не философствовать. А, в-третьих, у него было сопровождение, чудес и знамений в этой истине. Япостол Павел не проповедовал только бомжам и алкоголикам. Вы здесь, да? Вы слышите, нет? Вы хотя бы на меня смотрите иногда, чтобы я видел, что вы контактируете с собой. Я не уверен, вы пишете смс-ки или вы текст пишете. Философы нуждаются в спасении. Преподаватели вузов нуждаются в спасении. Как мы способны проповедовать элите системы образования? Что мы делаем с ними вообще? Думаем ли мы о них? Вы, которые называетесь апостольской церковью, посмотрите на видео. Как вы молимся о преподавателях университетов? Доктора, ректора. И для нас иногда Бог такой маленький, что мы уже даже не верим, что это возможно вообще, их приводить к Иисусу. А Павел Апостол среди них двигался. Он свободно выходил на их уровень и не боялся. Потому что, знаете, почему мы боимся их? Потому что мы Иисуса такого маленького сделали. Прими, пожалуйста, Христа. Ну, прими, ну, прими. Ну, что, тебе трудно, что ли? Ну, прими. Ну, ради меня. Фоми, фоми, фоми. Ну, прими, пожалуйста. Ну, что, тебе трудно? Он тебе все даст. Ну, что, тебе лишняя машина помешает, что ли? И такой, вообще, где вы читаете в Писаниях «Прими Иисуса»? Когда Бог повелевает всем покаяться. Когда Он говорит «Приблизилось Царство Божие, и так покайтесь». Где вы такое видите, что «Прими Иисуса»? Ну, прими счастливый билет, прими, там, подарок, я не знаю. Ну, прими, прими Иисуса. Где вы это видите в апостольской церкви? Покажите мне хоть одно место Писания. Где мы это взяли? И поэтому, поскольку у нас Иисус такой маленький, что надо делать Ему одолжение, чтобы не расплакался, то нам и стыдно среди великих проповедовать. Потому что Он такой убогий и маленький, что как бы и о Нем стыдно-то серьезным людям говорить. Вы не заметили? И потом, когда мы приходим туда к серьезным людям, нам как бы какое-то юродство какое-то есть в этом, да? Какое-то есть в этом убожество. Что сейчас вот говорить об Иисусе, как бы вот, понимаете? Потому что мы Его уменьшили до такой степени, что Он такой немощный, что при мощных людях о Нем говорить как бы и неприлично. Вот апостолы так не делали. Они возвеличивали Бога Великого. И даже когда Грипа стоял, говорит, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Он поднял руку и, наверное, вторую тоже подтянул, потому что кандалы были. И говорит, поднимаю руку и говорю, что хочу, чтобы ты был такой же, как я, Агриппа, кроме вот этих уз. И свидетельствует то, что видел и слышал. И Он рассказывал о величии Бога, о могуществе Его в узах. И узы были доказательством Его убеждения, а не немощью какой-то. Вы понимаете, это была печать того, что Он верит по-настоящему. Потому что сидел Он как бандит и преступник. Это только люди подписали бумажки. А на самом деле за Слово Божие. И давайте начнем с молитвы. Молиться за систему образования. За ректоров, за докторов. Вы здесь за профессоров. За всех этих архиоптериксов. Вы здесь сегодня? Потому что мы иногда боимся подойти к ним даже. Потому что они такие умные, а мы такие глупые. И наша проповедь такая глупая и примитивная. Да можно помолиться, чтобы Он исцелился от рака. Да можно помолиться, чтобы Его Сын перестал колоться. Вы понимаете, нет? У каждого такого архиоптерича есть какая-то заноза. Вы здесь? Нет. Он нуждается. Это грешники. Они нуждаются. Если ты боишься говорить сегодня о Господе сильным мира сего, значит, ты... Ну, это косвенное отречение. Начальнику боишься говорить. Даже не потому, что он тебя уволит. Он, возможно, тебя наоборот приблизит. Ему нужен такой человек. Любому начальнику нужен настоящий верующий. Он смотрит на тебя, не может понять вообще, верующий ты или не верующий. Давайте мы засвидетельствуем своим начальником о Господе. Вы согласны, нет? Давайте возьмем эту стратегию, расскажем им об Иисусе Криве. Кто для тебя там есть тот, которого ты боишься? Скажи ему об Иисусе. Скажи ему, что ты можешь молиться за Него. Пусть Он даст тебе какую-нибудь нужду, за которую ты будешь ходатайствовать. Возложи на Него руку, помолись за Него. Как мы можем быть апостольской церковью, если мы боимся? Вы понимаете, такого маленького немощного Иисусика проповедуем. Он не такой. Поэтому и нет свидетельства. Иисус очисти нас. И став Павел посреди Ариапага. Слушайте, скажите, посреди. Он стал посреди Ариапага и сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Видите, какой? Сразу. Дух. Вы видите, как Он начинает. Он для меня такая привилегия, что если я его сдаю теперь, господа. По всему вижу я, афиняне, что вы как бы особенно набожны. Вы не чувствуете апостола, что апостол говорит? Ибо, проходя осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, которому написано неведомому Богу. Всего-то, которое вы не зная чтите, я проповедую вам. Вы видите дух Павла. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Знаете, почему он так говорит? Потому что он апостол Господа Иисуса Христа. Потому что он его посланец. А посланец его и свидетель его не может бояться. Если он его посланец, он возвещает с дерзновением. Знаете, о ком? О Боге. И он берет слово о Боге и возвещает о Боге, сотворившем небо и землю. Вы понимаете? А не об Иисусике, который сам вот в страхах. Вы понимаете, нет? И мы подсовываем там ему таблетку промоленную, кусочек платка куда-нибудь там под подушку, чтобы не свидетельствовать прямо о Господе. И он не требует служения рук человеческих, как будто имеющих в чем-либо нужду. Сам дай я всему жизнь, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лесу земли. Вот философам, стоикам. Представляете, которые не верят в Бога вообще. Отрицают его существование. Смотрите, как он ведет их. Значит, через творение проводит, что все сотворено им. Он дыхание дает. От одной крови произвел род. Он отец всего живого. Следите за структурой. Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Эти философы хлопают глазами. Хлоп, хлоп. Уже пару раз прокололся на логике. Хлоп, хлоп, хлоп. Но что-то происходит. И написано. Ибо мы, живет, движется и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорят, моего и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства и мысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, вот вы здесь, слепые философы, времена неведения, вы в неведении. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вы знаете, вот здесь стоит философ, у которого там, ну, проблема просто. В шелковой тунике с золотой бляшкой. А у него внутри страх погибели. У него там, за спиной, есть проблемы. Понимаете, он стоит, ему вот такое слово нужно. И когда мы даем ему другое, такого снемочного Иисусика, который не работает, он плюет просто на это Евангелие и уходит неспасенно. Ему вот это надо. Вы понимаете, нет? Ему нужно величие Бога, поэтому, пожалуйста, если ты свидетель, величай Его имя и свидетельствуй о величии Бога. Вы здесь, там, на Камчатке? Поднимите руку, скажите, Иисус Великий. Аминь. Итак, ныне, оставляя времена неведения, Бог людям всем повсюду повелевает покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Представляете, вся апостольская проповедь ничего не упустил. Что здесь было в структуре? Павел Благовестник. Сотворение, покаяние, суд о суде, Иисус и воскресение в Иисусе. Представляете, все вот провел, философов всех подогнул к Голгофе. Вы понимаете, всех затащил на Голгофу и к покаянию, к престолу суда. За короткую проповедь. Видите, как Павел проповедовал? Вот это проповедь апостола. Прямая, прямота, смелость, дерзновение и чистая Евангелие. Вот почему знамения сопровождали его. Мы же иногда возбудим о Боге, человек возбуждается, но истину не открываем. Боимся его к покаянию привести. Мы должны дать ему все. И вот Павел дает. Ну, они услышали воскресение мертвых, но это было где? В Афинах. Они услышали воскресение мертвых, одни нас смехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время, но некоторые мужи, пристав к нему, уверовали. Мужчины пошли за ним, и между ними был Дионисий, представляете, даже назвали человек, именем Божества. Дионисий Ариапагит, в Ариапаге. Представляете, какой-нибудь жрец наверняка. Ну, и типа того. И женщина именем Домарь. И другие с ними от этой проповеди уверовали. Слава Богу! Воздайте Богу славу! Слава Иисусу! Итак, Павел вышел из среды их и двинулся дальше. Вот верные, уверовавшие приходили и становились учениками, рождались в церкви. И Павел Апостол там проводил время, постоянно проповедовал на площадях, на площади ежедневно, и обрел себе учеников, создал церковь. Вот так церковь насаждается. Без синтезатора, без пакета машины, без компьютера, без Wi-Fi, без йоты. Без пачек газет, без кучи Евангелий. Стоит и несет слово. Вы понимаете? Стоит и несет слово. Послушание Богу. Вот так вот. Потом Господь... Они его берут, насильно, я думаю, потому что взяли, написано. Поставили посреди, говори. Он возвещает им, обращаются ученики. Как здесь написано? Некоторые мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними Дионисий и женщина Домарь, и другие с ними. Группа людей, может, человек 20-30. Все, он их отделяет, передает им слово и помазание, наделяет их Духом Святым, оставляет Церковь Господа, а потом курирует и руководит присвятеров. Смотрите, ничего из современных коммуникаций, чем мы сегодня пользуемся, без чего жить не можем, у него не было вообще. Даже Нового Завета не было. Вот так двигаются апостолы. Нам нужно к чему-то вернуться. То, что мы утратили, вот эту простоту во Христе. Вы понимаете? Братья и сестры, это так серьезно, то, что мы слышим сейчас. Я таких проповедей не слышу в интернете. Я нигде вообще их не слышал. Но это так чисто. Это так чисто. Прямо из Писания. Смотрите, прямо из Писания. Мы пьем чистую воду прямо сейчас. Но скажите, что это не так? Мы пьем прямо отсюда. И что мы сейчас этой истории так и оставим историями? Если мы ничего делать с этим не будем, грех нам будет. Господь Бог открыл нам этот период, чтобы мы питались из деяний. И Он проговорил, учи из деяний, и я буду открывать вам слово. Вы понимаете? И это происходит. Мы уже в 17 главе. Мы закончили 17 главу. И мне так приятно ходить с Павлом. Я так полюбил. с Ним двигаться. Мы прошли через эти главы. Я постоянно с Ним ухожу. Господь меня как-то туда уносит просто. Как в этой суперкниге, если бы не Андроид. Мария, привет. Павел, привет. И Андроид. Направо, налево. Wi-Fi. Зачем они туда его втюкали? Иисус. Иисус. На transparenце. Да.